бисквит для торта шарлотта из трех ингредиентов яйца мука и сахар 6 яиц добавляю щепотку соли и начинаю взбивать добавляю сахар 150 граммов и продолжаю взбивать яйца очень хорошо взбиты с сахаром и остается добавить муку муки 180 граммов постепенно ввожу во взбитые яйца с сахаром здесь уже нельзя взбивать миксером здесь нужно осторожно муку вмешать во взбитую массу чтобы она не осела за счет этого будет подъем бисквита выпекать бисквит я буду в разъемной форме форма у меня размером 24 на 6 большая форма выпекаю один бисквит все тесто отправляю в форму немножко форму потрясу отправляю бисквит духовку в разогретую духовку выпекать при температуре 180 градусов минут 40 45 300 граммов вишни я использую замороженную вишню без косточек разморозила добавила 2 столовые ложки сахара теперь мне надо прокипятить буквально довести до кипения вишня у меня закипела я сразу выключаю газ пусть постоит немножко в сиропе и остынет до комнатной температуры бисквит уже готов он еще горячий я только что его вытащила из духовки теперь ему надо дать полностью остыть но прежде чем но до этого я вот так прохожусь по краям чтобы немножечко освободить его от формы все теперь я его не трогаю он будет остывать пока ягода еще тепленькая добавляю желатина 20 грамм у меня вот такой желатин быстро растворимый поэтому его не нужно замачивать заранее я его сразу высыпаю в ягоду и перемешиваю теперь он должен немножко постоять пока я буду делать крем желатин разойдется для торта делаю баварский крем на желтках я отделила желтки от белков 5 штук белки отправляются в холодильник в холодильнике белки хранятся где-то дней 5-6 точно из них потом можно сделать меренгу в желтки добавляю 100 граммов сахара перемешиваю и понемножку добавляю молоко всего молока у меня будет 500 миллилитров теперь крем мне нужно довести до кипения крем закипел я выключаю газ немножко помешиваю он еще жидкий потому что в нем нет крахмала он сразу не загустеет но когда остынет хотя бы до комнатной температуры он загустеет за счет желтков заварная часть крема готова остается ее охладить заварная часть крема у меня остыла и я начинаю взбивать масло сливочное баварский крем обычно делается на сливках но сливок у меня нет я буду делать на сливочном масле размягченное сливочное масло начинаю взбивать все заварную часть я не буду добавлять где-то только половину остальная часть у меня пойдет в ягоды одна половина крема готова видите у меня получился он ну как взбитые сливки в оставшуюся часть крема я ввожу ягоду с желатином это у меня такая ягодная прослойка будет и перемешиваю бисквит полностью остыл я его вытащила из формы смотрите какой он высокий получился снимаю бумагу красавчик теперь мне его надо разрезать на две равные части разделила бисквит на две равные части смотрите какой внутри получился воздушный начинаю сборку тортика для тех кто любит пропитанные торты бисквит можно пропитать или сахарным сиропом или ягодным сиропом это все очень просто сделать но я не буду пропитывать что я сделаю я беру часть крема наношу на бисквит чтобы у меня ягодная моя заливка не пропиталась в бисквит в принципе можно даже ягодной заливкой вообще торт шарлотты иногда пропитывают прямо сиропом ягодным я сверху сделаю вот так намажу крем мне нравится больше торт и пропитанный кремом крем у меня такой нежный хорошо пропитывает бисквит прям слышите даже как такой приятный звук это бисквит пропитывается в каждые поры бисквита попадает крем пока ничего страшного пока я тоже буду промазывать кремом пропитала нижний корж кремом то же самое сделаю с верхним коржом коржи у меня пропитаны кремом и теперь остается только сверху нанести ягодную заливку она у меня уже в холодильнике начала застывать если вот так начинает застывать желатином то можно поставить его на водяную баню тепленькую водичку что я сейчас и сделаю и выкладываю ягодный мусс на корж распределяю и сверху накрываю его вторым коржом сильно даже не прижимаю чуть-чуть серединке только теперь отправлю в холодильник чтобы он немножко схватился а потом сверху уже буду украшать внутренняя прослойка у меня схватилась и теперь можно окончательно украсить тортик выкладываю весь оставшийся крем распределяю его по торту нанесла крем наверх торта и на бока ну вот как бы в принципе можно торт уже нарезать и пробовать но видите какой он некрасивый и как же его интересно украсить вообще шарлотту украшают по-разному ягодной заливкой сверху украшают каким-то интересным узором из крема но как украсть простому человеку если например нет каких-то навыков кондитера я всегда покупаю что-то интересное для украшения и вот посмотрите это одна сторона торта а это другая папа-пам видите уже другое дело эти маленькие безышки продаются везде в магазинах вот видите какие они я вот их увидела мне захотелось взять их для украшения торта посмотрите какая шарлотта у меня получилось я прямо сама в освещении и мне хватило на весь торт видите какая красота очень простое украшение 200 грамм печенюшек и у меня украсился весь мой большой торт 24 сантиметра и и теперь всю эту красоту отправляю в холодильник она у меня постоит ночь а резать и этот тортик будут завтра торт у меня постоял в холодильнике ночь и теперь будем его резать посмотрите какой красавчик получился обалденный тортик просто обалденный я сама собой довольна теперь попробую этого красавчика очень вкусный торт получился и бисквит вкусный и крем кремом я хорошо пропитала бисквит сверху снизу вот эта прослойка ягодная безумно вкусная очень хорошо сочетается с пропитанным бисквитом снятина